Серьезную тему мы на самом деле с Игорем решили обсудить. Для этого позвали Владимира Барышева, адвоката и юриста. Сегодня будем говорить на тему материнского капитала, о правильной выплате по первенцу, либо второму ребенку, третьему и так далее. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Вчера только, получается, у нас появились какие-то новые поправки. Уже приняли закон? Да, вчера в третьем чтении Нижняя Палата Парламента одобрила поправки, которые были предложены нашим президентом в ежегодном обращении к Федеральному собранию. Осталось подписать Верхней Палатой Парламента, то есть Советом Федерации и президентом. Я думаю, что в ближайшее время, до конца февраля, я надеюсь, эти поправки уже у нас приобретут юридическую силу. А какие основные-то поправки? Вот что поменялось? Да, поменялось много с 2006 года, как была введена программа материнского капитала. Таких колоссальных изменений еще не было. Во-первых, начнем с того, что сама основная сумма, которая не индексировалась с 2015 года и составляла 453 026 рублей, проиндексирована аж на 3% до 466 617 рублей. Это за второго ребенка? Если вы родили ребенка еще в 2019 году, до 1 января 2020, то за второго ребенка. Но если ваш первенец, вот это и есть ключевое изменение, появится в этом году, то вы уже сможете получить материнский капитал, право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Это начиная с 1 января или только после вчерашнего принятия? Да. Закон имеет обратную силу. Это важный, ключевой момент. И водораздел 1 января 2020 года. Если ваш ребенок родился 1 или 2 января, то вы смело можете идти, обращаться в Пенсионный фонд Российской Федерации за сертификатом. Представляете, как кому-то будет обидно, кто родился за минуту до Нового года. Надо было подводить часы. Такие случаи. Вот как раз многие, когда услышали послание к Федеральному собранию Владимира Владимировича, потом стали интересоваться, откуда пойдут деньги. То есть от какой из фондов или органов будет, собственно, за это все отвечать. Да. Ну, денежные средства, конечно, формируются за счет федерального бюджета. А администрировать эти денежные средства, то есть передавать в виде сертификата будет Пенсионный фонд Российской Федерации на местах в лице своих филиалов. Для того, чтобы получить сам сертификат на материнский капитал, не обязательно идти в Пенсионный фонд. Вы можете обратиться и через госуслуги, или в многофункциональные центры. Но это будет просто сертификат, это не живые деньги, которые людям выдают на рынок. Ну, это же как чек его, а нужно потом обналичить и все, да? Да, у нас есть определенные ключевые цели, на которые мы можем потратить эти денежные средства, и вы получаете его в виде сертификата. И самая распространенная цель, конечно, это улучшение жилищных условий, погашение ипотеки. Мы берем сертификат, передаем его банку, и банк уже его обналичивает. То есть из банка в банк. Из банка в банк. Лично вы деньги не получите. Банковский капитал, в общем, можно сказать, да. Как мы тут шутили. Есть звонок у нас уже, кто-то из телезрителей дозвонился. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы нам звоните? Наталья Канск. Очень приятно, тезка моя. Так, Наталья, расскажите, ваш вопрос озвучите. Скажите, пожалуйста, обязан ли родитель выплачивать элементы ребенку, если он поступил в высшее учебное заведение? Да, вопрос хороший. Согласно Семейного кодекса Российской Федерации, родитель обязан содержать своего ребенка до достижения 18-летнего возраста. То есть если он первокурсник, ему 17, то как раз это попадает... Как раз еще годик, да. Но, к сожалению, пока никаких изменений в эти нормативные акты не внесено. Но тема обсуждаемая, я надеюсь, в будущем все-таки будет принята. Что может быть там такого? Ну, по крайней мере... Продление. Продление обязанностей, ну, как минимум до 23-х лет. Ну, пока институт не такой, он же человек или университет. Вот у меня был вопрос, как-то мы обсуждали тоже с коллегами. Материнский капитал, он выплачивается же и матерям-одиночкам? Да, и матерям-одиночкам, и, что самое немаловажное, и отцам-одиночкам. Если мужчина с 1 января 2020 года усыновит ребенка и будет являться его единственным опекуном, предположим, то... Не взирая на возраст, получается? Ну, до 18 лет. Так, только подожди, 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 это интересно. У сынови-то своего или любого ребенка? Нет, любого ребенка, то он будет иметь право получить материнский капитал. То есть материнский капитал уже и не совсем материнский, он отчасти и отцовский. И также с законом предусмотрены варианты, когда по несчастью мать умирает, то право получения сертификата переходит и к отцу. А вы как адвокат не думаете, что это какие-то спекуляции может произойти? Ну да, допустим... Усыновляешь ребенка любого и получаешь тут же деньги. Ну, во-первых, эта мера, она в принципе задумывалась как улучшение демографической ситуации в нашей стране, в том числе и с вопросом по поводу сирот. Поэтому, конечно, это стимул для того, чтобы брать детей. Ну, такое не основное, да, а просто дополнительное. Сама процедура, конечно, как усыновление ребенка, она многоступенчатая, проверяют в том числе и через правоохранительные органы, и через органы опеки. Да, все эти надзирающие органы должны хорошо поработать. Я убежден, что они работают хорошо. Вот, кстати, хороший вопрос об наличии капитала и вкладывании их в недвижимость. Мы к нему вернемся, но прежде ответим на вопрос телезрителей. Итак, здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Зовут меня Маша, звоню вам из Шушенского. Вот скажите, у меня сестра недавно родила ребенка, буквально вот первенца своего, буквально месяц назад. И вот скажите, теперь документы, и какие нужно собрать, и куда их отнести? Вот как-то это изменилось по сравнению с прошлым вариантом закона при получении материнского капитала? Куда ей теперь идти, и в какие сроки уложиться нужно? Спасибо большое, Мария. Хороший, очень конкретный вопрос. Вопрос очень хороший. В этой связи докладываю, что изменения произошли, и изменения в лучшую сторону, теперь нет необходимости собирать целую кипу бумаг, подтверждений факта рождения и так далее. Достаточно обратиться в многофункциональный центр или через госуслуги в Пенсионный фонд Российской Федерации, или напрямую в отделение Пенсионного фонда. И сам уже Пенсионный фонд будет собирать доказательства факта рождения, будет делать запросы. Причем сам срок даже одобрения, так скажем, права на получение материнского капитала, он сокращен с месяца до 10 дней. То есть если мы отдали, 10 дней рассматривают все, собирают, и после 10 дней выдают материнский капитал. А какой срок для того, чтобы его, ну там, не знаю, как-то обналичить или куда-то его вложить? Эти сроки также у нас сокращены с месяца до 10 дней, но при наличии необходимости дополнительных проверок может быть увеличен срок до 15 дней. Так что сроки уменьшены, количество бумажек меньше, бюрократизации меньше, поэтому, конечно, если вы родили первенца, я вас поздравляю, и вы можете смело обращаться напрямую в Пенсионный фонд просто с заявлением о том, что вам необходим сертификат на материнский капитал. А потом он может дома лежать сколько угодно времени. Да, вы его обналичить можете на некоторые цели незамедлительно, но, например, самая популярная цель, это, конечно, у нас улучшение жилищных условий по истечению трех лет. По истечению трех лет. Так, еще вернемся, да, получается, всего стало меньше в плане для потребителя. Сроки, короче. Главное, чтобы детей стало больше, да. И вопросов тоже 236-95-37, по этому телефону дозвонился наш телезритель или телезрительница. Давайте знакомиться, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья, Волохтинский район. А, очень приятно, Наталья. Вот, я бы хотела задать вопрос, вот у меня родились двойняшки. И вот я хотела... Я бы хотела задать вопрос, вот у меня родились... Вы говорите, отойдите от телевизора и просто говорите с нами, да. Почему не... А, будут ли изменения? Так, изменения для кого? В чем? Давайте разберемся. Изменились ли на получение сертификата. Вот, смотрите, двое рождаются, один сертификат. Скажите, пожалуйста, у вас как давно родились двойняшки? Ну, родились уже 10 лет назад. Просто меня тогда интересовало это. Думаю, вот один родился, один сертификат. Двое, тоже один сертификат. С 2020 года, если у вас рождаются двойняшки или близнецы, то вы будете иметь право на один материнский сертификат, на сертификат на получение материнского капитала. И сумма, которую вы сможете получить, будет увеличена по сравнению с первенцем на 150 тысяч рублей. То есть в случае с первенцем, напомню, 466 тысяч 617 рублей. Плюс 150 тысяч, это 616 тысяч 617 рублей за двойняшек или близнецов. А почему не за каждого по 460? Ну, логика законодателя... Это логика, понимаешь, нелогичная. Понятно. Да, она... Так ни на кого таких бюджетов не стоит. Смотри, тема действительно очень горячая. У нас телефон не прекращает звонить. Мы так и предполагали. Еще звонок есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы звоните? Меня зовут Анастасия, я звоню из Красноярска. У меня такой вопрос. В 2018 году мы с мужем взяли ипотеку. И у нас материнский капитал пошел как первоначальный взнос. В прошлом году мы развелись с мужем. Вот что нам можно сделать с этой квартирой, если возможность вернуть капитал обратно? Спасибо большое, Анастасия. Вот такой, да, действительно вопрос. Да, материнский капитал, к сожалению, вернуть не получится, так как он уже использован. Существуют также опасности при разделе совместно нажитого имущества. Помните, что как минимум на средства материнского капитала вы должны выделить доли детей после выплаты ипотеки, которые им причитались бы по отношению к общей стоимости квартиры. То есть это должны быть доли пропорциональные, доли материнского капитала. Поэтому вернуть капитал не получится. Сейчас самое главное правильно распределить жилплощадь. Да, раздел должен быть, конечно, осуществлен с учетом интересов детей. На доли. Вот, важно понимать, что что-то мужу, что-то вам, что-то детям. Так, и у нас есть звоночек, и, пожалуй, он сегодня будет последний, поскольку очень интересная тема. Возможно, продолжим. Будет Владимир Барышев отвечать на вопросы ваши в следующую пятницу. Итак, давайте знакомиться, как вас зовут, и ваш вопрос, пожалуйста, озвучите. Так, алло. Так, сорвался. Ну, ничего страшного. Ваши вопросы примет и наша редакция по телефону 233 11 66, поскольку у нас уже времени просто остается совсем мало. У нас есть рубрика «Спроси листа», в конце концов. И Владимир Барышев тоже является в ней спикером и экспертом, с удовольствием ответит. Ну, и в пятницу можем продолжить тему. Напоминаем, что, несмотря на то, что мы здесь обозначаем какую-то из тем, вы в любом случае можете дозвониться к нам в прямой эфир и задать любой из вопросов. Материнский капитал полностью можно вложить в жилищные условия? Да, полностью до последней копейки. А приобрести автомобиль на него можно? Вопрос этот сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе. Ну, многим, да, удобно же. Однако уже сейчас, если является транспортное средство средством индивидуализации или социализации ребенка-инвалида, то уже сейчас можно потратить, не дожидаясь трехлетнего возраста. Ну что ж, будем ждать новых поправок и ваших новых вопросов в следующую пятницу в прямом эфире. Напомним, что нашим соведущим, не побудь этого слова, на это время является Владимир Барышев, адвокат Ирис. Владимир, спасибо вам огромное. С наступающим 23 февраля.